Ладно, начинаем, иншаллах. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. С имен Аллаха, милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. С имен Аллаха, милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. Что-либо, что может мигать, как вспышка. Вот это... Не включайте, это меня отвлекает. И третий момент. Еще один микрофон. Давайте. Еще один леденец надо закрепить. Давайте. Женщины наверху. Там нормально слышно вам? В общем, еще один момент. Когда я буду говорить, я бы хотел, чтобы вы слушали внимательно. Я буду вам иногда задавать какие-то вопросы. Я заметил, в Южной Африке прихожане не привыкли давать обратную связь лектору. Сидите и ждете, что я буду рассказывать, рассказывать, рассказывать. В таком режиме внимание ваше может рассеиваться. Я не люблю без взаимодействия. Так что давайте разговаривать. Я буду спрашивать что-то, а вы говорите да или нет. Договорились? Договорились? Вот, хорошо. Некоторые сказали да. Так, тема лекции. Дьявол внутри. Не знаю даже, с какого дьявола начать. Потому что... А, что? Субханаллах. Брат начал лекцию с вопроса. Дьявол мужского или женского пола? Ой, брат, весело, наверное, у тебя ночь протекает, если дьяволица у тебя внутри. Каждое утро, наверное, как просыпаешься, гусль берешь. Ну, короче. Не знаю даже, с какого дьявола начать. Всевышний Аллах же создал человека, и к абсолютно каждому человеку Аллах прикрепил дьявола. Да. К каждому человеку дьявол прикреплен. Ну, есть и хорошая новость. К каждому человеку также прикреплен ангел. Ангел. Дьявол время от времени подкидывает грешные мыслишки из невидимого мира, нашептывает вам плохое, побуждает делать зло. А ангел ваш что делает? Побуждает вас к хорошему, к добру. Побуждает делать благие дела. Вот так. Помимо этого у нас есть эго. Эго. И многие забывают об этом. То есть это сам человек может иметь довольно-таки дьявольское по своей сути эго. Эго может заставлять тебя автоматически делать какие-то вещи, даже без помощи дьявола. Это второй момент. Еще один момент. Это дьявол-человек. Понимаете? А то многие недопонимают. Когда мы говорим шайтан, дьявол. Вот когда я вам говорю шайтан, вам обычно приходит на ум, видимый шайтан или невидимый? Невидимый. Когда бы ты не сказал шайтан, когда бы ты не сказал дьявол, в основном все думают именно о невидимом шайтане. И не понимают того, что дьяволов два вида. Первый это невидимый, это джинн. А второй дьявол видимый, и это человек. И многие этого не знают, что человек тоже может быть дьяволом. Некоторые из людей натурально шайтаны, дьяволы. Это доказывает Коран. Когда мы читаем последнюю суру Корана, мы находим там такое откровение. Аллах обращается к пророку. Говорит, «Куль, скажи». «Ауузу би Рабби Нас». «Скажи, прибегаю к твоей защите, о Аллах». «Господь всех людей». «Ауузу би Рабби Нас». «Малекин Нас». «Царя всех людей». «Иллахин Нас». «Бога людей». «От зла того, кто наущает того, кто нашептывает в груди, в сердцах людей». «Иллах говорит, из джиннов и людей». Потому что эти дьяволы могут быть из числа джинов, то есть невидимые, невидимые творения. И видимые, то есть люди. То есть люди не понимают. Может быть такое, что ты живешь с дьяволом. Поэтому посланник Аллаха ясно сказал, что если ты обрел праведную жену, то если ты обрел праведную жену, то, аль-хамдули-лях, все будет очень хорошо. Жизнь хорошо будет складываться. А если супруга будет неправедная, проблемы будут каждый день. Каждый день будут проблемы. Представьте ситуацию. Женщина мужа спрашивает. Говорит, мол, дорогой, каждую ночь я вижу тебя в своих снах. Так хорошо от этого. А я снюсь тебе? Муж говорит, нет. Дорогой, а почему я не снюсь тебе? Муж говорит, потому что я Аят Аль-Курси читаю перед сном. Всякое бывает на самом деле. На праведной женился? Аль-хамдули-лях, все будет хорошо. А если неправедную выбрал, большие проблемы будут. И причем? Это касается не только жен. Так-то и обратный вариант может быть. Что жена праведная, а муж неправедный. Или муж может быть хорошим, а жена плохой. И так и так бывает. То есть разных видов бывают дьяволы. И смотрите. Еще вот что. Один дьявол, как я вам уже сказал, прикреплен к человеку. То есть у каждого человека есть персональный дьявол, который к нему прикреплен. У каждого человека он есть. Посланника Аллаха спросили. У посланника Аллаха. А ты, пророк Мухаммад сказал. И это достоверно. Тот дьявол, который был прикреплен ко мне, принял ислам. Стал мусульманином. Дьявол, посланника Аллаха. Мусульманином стал. А согласно другой версии этого сообщения, пророк сказал, что защищен от него, и он не может навредить. Это значит первое. Дьявол, прикрепленный к тебе. Этот дьявол будет с тобой куда бы ты ни пошел, кроме времени, когда ты поминаешь Аллаха. Если хочешь быть защищенным от дьявола, делай викр, поминай Аллаха. Причем викр надо делать. Аллаха поминать. Осознанно. А не просто произносить языком, думая о чем-то другом. Ну то есть, понимаете, да? Вот видели людей, которые берут четки, чтобы перебирать их при поминании Аллаха. Ну четки знаете, наверное. Как вы называете их? Тасбих. И вот тасбих они берут, значит. Берут четки. Столько всего у меня в кармане, конечно. Сейчас попробую уцепиться за четки. И вот, значит, на четках зикр делают они. И при этом они с тобой разговаривают. Это можно. Делать зикр и при этом разговаривать с кем-то. Но суть-то в чем? Когда ты с кем-то разговариваешь, беседуешь. С каким-то человеком. Ты же при этом с Аллахом, всемогущенный велик, не разговариваешь. А викр-то это разговор с Аллахом. Самое лучшее поминание Аллаха, это когда вы поминаете его осознанно. А люди как делают? Разговаривают с тобой. И при этом, субханаллах, субханаллах, субханаллах. И потом, допустим, спрашиваешь меня о чем-то. Типа, как выходные-то? И мне, чтоб ответить, надо остановиться. Сказать, типа, да ничего, нормально. Вот, собрались. То есть, я вынужден прерваться. И некоторые, перебирая четки, говорят, нормально. В те выходные мы собрались, хорошо так, посидели. Вся семья собралась. Ты сам-то че как? Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Не останавливаются. Не знаю, что это за викр. Просто смотри, если ты поминаешь Аллаха, делаешь викр, и в то же самое время с человеком говоришь, то разум твой или туда, или сюда склонится. Да, во время викра разговаривать можно. Можете разговаривать и поминать Аллаха. Но тут тренировка нужна. Специальная. Шейх Тануи, да помилует его Аллах. Он из Индии. Как-то раз был с учениками, и кто-то пошутил. Что-то смешное сказал. И шейх Тануи спрашивает учеников, Кто из вас в то время, когда он пошутил, помнил об Аллахе? Один из них поднял руку. Я, говорит, помнил об Аллахе. Шейх говорит, как ты помнил об Аллахе? Мол, ты же смеялся над шуткой. Ученик говорит, я смеялся. Но мысленно осознавал, что Аллах смотрит, как я смеюсь. Даже тогда надо Аллаха поминать. Несмотря на то, что ты веселишься. Понимаете? Понимаете или нет? Я же просил вас говорить со мной. А то вы половину услышите, половину нет. Потом скажете, а, так можно что ли? Поминать Аллаха и в то же время смеяться? Пошли на комедийное шоу. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. Или вот некоторые люди ходят воровать. Всякое люди делают, смешивают религию и грехи. Некоторые идут воровать, а перед выходом из дома говорят бисмиллях. Да простит великий Аллах. Бисмилля говорит и идёт воровать. Ну в общем, суть в чём? Твой дьявол рядом, пока не поменёшь Аллаха. А когда Аллаха поминаешь, дьяволу тяжело находиться с тобой. Шайтан не будет нашёптывать тебе, пока ты поминаешь Аллаха. Так что вдумайтесь в это. Прямо сейчас это очень важно. Многие боятся, вот шайтаны, дьяволы. Пойми, пока ты Аллаха поминаешь, шайтан не может подойти к тебе. Не может зайти в твою грудь. Не может нашёптывать в твоём сердце. Если ты поминаешь Всевышнего Аллаха. Аллаха можно поминать по-разному. Можно просто говорить, Субханаллах, Альхамдулиллях, Ла Илях, Иляллах. На чётках или без них. Ещё когда Коран читаешь, Это тоже поминание Аллаха. Когда читаешь намаз, Это тоже викар Аллаха. Ещё когда просишь что-то у Аллаха. Когда дуа делаешь, Это тоже поминание Аллаха. Много видов викара, но... Можно читать намаз, А дьявол всё равно будет играть с твоим разумом. Теравих можно читать. А при этом дьявол всё равно может играть с твоим разумом. Как, скажите мне. вы просто говорите да я говорю да да а скажите как 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 бывает спасибо большое если твой разум не сосредоточен не зафиксирован напоминание аллаха то ты оставляешь открытой дверь и дьявол может войти в эту открытую дверь и нашептывать тебе ты же не поминаешь аллаха твое тело стоит перед аллахом в намазе а мысли твои в другом месте так вот о чем бы ты в намазе не думал ты поминаешь именно это понимаете не понимаете если вы стоите здесь будучи в намазе и ваш разум летает где-нибудь там в кейптауне в ресторане где-нибудь ты читаешь намаз и при этом думаешь о съеденном бургере значит ты делаешь викор бургера ты поминаешь бургер а вовсе не аллаха если шайтан захочет подойти к тебе и нашептывать он сможет это сделать вот так оно и работает поэтому когда просишь аллаха о чем-то когда коран читаешь викор читаешь или намаз многие люди этого не понимают говорят он такой праведный как же на него колдовство подействовало есть же люди которые наводят порчу на кого-то магией занимаются почему подействовал он же такой праведный а подействовало потому что мужчина или женщина внешне праведный читают намаз викор делают дуа читают коран читают но думают в это время о чем-то другом разум не подключен к этому процессу и аллаха такой человек поминает лишь поверхностно да награду получает намаз засчитывается да за это аллах его наградит до защищен ли он от дьявола в то время пока сосредоточен напоминание аллаха защищен а когда отвлекается становится уязвимым слабым я вам не говорю что вы сейчас должны прийти в ужас типа о боже сейчас дьявол придет заберет меня не может дьявол прийти забрать тебя не может он так сделать одна из самых сильных защиты от опоминания аллаха но кроме этого еще одна защита которой мы обладаем это сила вашего характера сила воли если ты волевой вот видели некоторых людей субханаллах некоторые вот росту обычного человека скажем ну пускай будет метр семьдесят пять и некоторые разговаривают так саламу алейкум ва рахмакуллахи ва баракату вот это мужской голос да настоящий мужской голос я не говорю что у меня не мужской но это мужской вот так говорит и два метра ростом да при этом еще и здоровый но когда встречает кого-то больше чем он сам говорит с ним так то есть человек может быть мягким внутри а внешне жестким суровым а иной раз смотришь маленький такой просто лилипуд который по росту ниже всех но когда он говорит о боже лучше дать ему что он хочет говорит саламу алейкум ты меня слушаешь или нет вот это сделай сам маленький но из-за силы своего характера он может заставить бояться себя просто человек 10 из-за своей духовитости и джинны понимают это понимаете джинны знают это джинны знают кто из нас может подняться наверх ночью пойти в туалет когда наверху никого нет пойти туда свободно безо всякого страха и вернуться и джинны знают кто из нас боится идти в туалет некоторые у себя дома боятся пойти в туалет в конец коридора ночью боятся встретить там джина джинны про тебя уже все вынюхали понимаете что значит вы нюхали они чувствуют страх если внутри ты сильный если ты волевой человек каждый джинн будет бояться тебя и при этом неважно какого ты роста неважно ребенок ты или взрослый если ты сильный не боишься их сто процентов они будут бояться тебя сто процентов но когда внутри ты испугался то что будет они перестанут бояться на тебя может напасть сильный джинн вот к примеру кому кого следует опасаться человек должен бояться домашнего кота или кот должен бояться человека давайте вопрос ко всем но чего молчить я же вас не о жене спрашиваю ну что с вами кому следует бояться человеку или домашнему коту а может вы не понимаете просто надо говорить кот а вы говорите кат кат вот вы разговариваете в южной африке надо бы вам немного преподать урок английского а то вы здесь иногда слова укорачиваете когда укорачивать не надо допустим мы говорим какие-то слова полностью а вы их укорачиваете и смысл меняется я уж конкретно не буду говорить а то вы скажете мол да что он такое говорит но есть слова так что кот а не кат ну в общем я в урок английского уже углубился надо кот говорить то есть коту ведь следует бояться человека но давайте начистоту есть люди которые боятся котов так ведь вы это знаете вы же боитесь своих жен есть люди которые котов боятся вот мимо него кот проходит да и человек такой боится если кот почувствует страх он может на этом поиграть то же самое джин если страх чувствует может поиграться с этим все ли джины хотят вселиться в тебя нет в основном джин этого не хотят если они вселятся в твое тело я сейчас говорю о невидимых джинах чтобы джинам вселиться в твое тело им нужна для этого причина а так они вселяться не хотят они могут сделать две вещи первое проникнуть внутрь и просто как шайтаны как дьяволы нашептывать в нашем сердце понаущают и уйдут и если это нашептывание если джин наущает ты не услышишь шепота не будет этого они что делают они тебя обманывают заставляя поверить что это ты это говоришь что это твой собственный внутренний диалог таким вот образом джины и нашептывают людям вот например смотрите если я разозлился на какого-то человека то джин дьявол зайдет в меня и будет говорить эх сколько можно уже как я все это терплю как он такое мог сказать кто это говорит я или еще кто-то кто говорит кто-то другой это джин но джин это говорит так как будто я сам это говорю от первого лица и я думаю что это я говорю так они наущают джин не говорит это от своего лица эй как ты это терпишь эй сколько терпеть это можно уже если бы в уме у меня резко прозвучало эй пошли его ээ ты кто понимаете так что джин наущает от первого лица это первое а второе что они могут сделать это вселиться в тебя и частично овладеть твоим сознанием твоим разумом это уже другое здесь есть барьер его Аллах поставил и ни один джин не должен приступать эту границу это постановление Всевышнего Аллаха что они не должны проникать в наш мир а мы не должны проникать в их мир джинны повсюду но бояться нечего вообще абсолютно нечего бояться если ты человек с сильным характером живешь обычной жизнью ни один джин тебя не побеспокоит да конечно бывают периоды когда особую осторожность следует проявить вот такой пример приведу вам это реально факт вот например днем много света и в это время людей конечно ходит больше чем джиннов ходит ну или правильнее сказать летает перемещается но когда солнце зашло то есть наступил магриб вот тогда-то джинны как раз и оживляются от магриба вплоть до рассвета до фаджра поэтому если ночью идешь куда-то по какому-то темному месту идешь идешь в таком месте где обычно люди не ходят тогда хорошо бы как-то предупредить джинов о своем присутствии к примеру так покашлять это даст им понять что ты идешь чтоб они ушли с дороги а то иной раз как может получиться ты можешь наступить на одного из них задеть это может им доставить какое-то раздражение но опять же они не будут приступать эту границу и вселяться в тебя до тех пор пока они на самом деле не захотят преподать тебе урок всерьез проучить тебя за что-то тогда могут границу пересечь но даже тогда бояться не нужно ведь нас мусульман Аллах всемогущен и велик научил определенным сурам Корана если эти суры читаешь ты в безопасности даже если после магрибы выходишь даже если пошел в какое-то темное место при этом дал ты о себе знать или не дал если у этих шайтанов у невидимых дьяволов ты на пути попадешься появишься у них на дороге они тебя не тронут не подойдут к тебе не причинят тебе вреда но это зависит от того сколько страниц Корана на арабском ты прочитываешь регулярно понимаете? да? вот простые вещи для защиты после фаджра и после магриба трижды и все прочитал это и ты защищен еще можно подуть на руки и провести руками по телу ты защищен беспокоиться тебе не о чем если ты попал в какую-то ситуацию в которой думаешь так мне нужна особая защита я куда-то пошел ночью читай аят аль курси аят аль курси это лучшая форма защиты субханаллах лучшая форма защиты читайте аят аль курси если ты прочитаешь аят аль курси и подуешь на что-то вор иншалла не украдет у вас в южной африке воров много да или нет? да несколько или много? мало или много? много? братья и сестры ставьте лайки комментарии оставляйте подписывайтесь во времена посланника Аллаха Абу Гурейра да буди довольным Аллах это в Бухари Абу Гурейра да буди довольным Аллах был назначен сторожить сокровища много их было золото серебро разные предметы это была казна много ценного имущества мусульманской общины все в одном месте было сложено и вот Абу Гурейра да буди довольным Аллах сторожит все это и тут человек подходит пытается что-то украсть Абу Гурейра за руку хватает его мол да я тебя сейчас к пророку отведу как смеешь ты воровать тот взмолился мол нет нет пожалуйста только не отводи к нему больше не вернусь но он пожалел отпустил его это достоверный хадис на следующую ночь то же самое тот опять приходит и ворует пытается имущество с собой унести какое-то Абу Гурейра за руку ловит его помешал ему не дал своровать я говорит тебя отведу к пророку тот нет 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 не отводи пожалуйста я тебе обещаю больше не приду Абу Гурейра отпустил и в этот раз на третью ночь опять то же самое приходит он пытается воровать что-то из казны в этот раз Абу Гурейра да буди довольным Аллах хватает его мол короче больше ты не уйдешь в первую ночь просил меня во вторую третья вот уже в итоге человек говорит послушай отпусти меня я тебя кое-чему научу говорит если ты скажешь это то никакая кража не грозит это из сборника бухари я вам не какие-то выдуманные хадисы привожу достоверный сборник сахих бухари никакая кража не грозит вам ребят не интересно походу походу да на вас смотришь лица у вас такие вы ребят хотите это знать или нет или сразу следующую историю хотите знать ну-ка ответьте как следует хорошо спасибо ну вот Абу Гурейра да буди довольным Аллах говорит мол так ты меня научишь каким-то словам которые если я скажу то никакая кража не грозит да говорит и этот человек ему говорит Абу Гурейра Абу Гурейра отпустил его и когда к пророку пришел говорит о посланник Аллаха мол так и так вор приходил он словам меня научил которые если я скажу то не грозит никакая кража посланник Аллаха сказал вообще это был лжец но он сказал правду или как-то так он сказал то есть пророк сказал что тот человек вообще в основе заядлый записной лжец но в этот раз он сказал правду и тогда посланник Аллаха сказал знаешь кто это был это был дьявол это был шайтан он превратился из невидимого дьявола в дьявола в человеческом обличии принял облик человека скопировал его внешность поистине он заядлый лжец просто прожженный врун в основе но конкретно в этот раз правду сказал и это значит друзья мои что когда из дома выходишь читай аят аль курси когда машину закрываешь аят аль курси читай где бы ты ни был читай аят аль курси и дуй на себя или просто аят аль курси читай вот я вам говорю после этого у вас иншалла ничего не украдут из дома ничего не вынесут даже ночью если напуганы аят аль курси читайте перед сном читайте спокойно проснетесь иншалла дом тебе не выставят не будет этого вы ребят как следите вот было такое что много денег у меня лежало доверили мне их надо было с собой их носить как то раз я ездил где то по лондону и большие деньги с собой у меня были я просто прочитал аят аль курси и говорю вам в некоторых местах я был где деньги не были в безопасности но из-за аят аль курси все обошлось вот было такое что я однажды в лондоне это было я много езжу и как получилось возвращаюсь домой две недели отсутствовал это вот в том месяце было домой возвращаюсь и дети мне говорят что то говорят холодно дома я думаю а почему холодно то интересно обычно то обогреватели у нас а у нас зима тут а зима то у нас честная не то что у вас ребят вы то зимой загорать можете смотрите как бы мы не обзавидовались ну и вот говорит дома холодно думаю да почему холодно и тут понимаю что задняя дверь немного приоткрыта а там за занавеской не видно и никто и знать не знал что она открыта две недели была открыта две недели задняя дверь открыта была жена говорит дома холодно а дело не в обогревателе просто дверь открыта была а я как делал каждую ночь читал аят аль курси читайте аят аль курси для себя для семьи для близких и нормально будет иншаллах смотрите если читаете аят аль курси с правильным намерением то вора даже еще поймают если вы с верой с правильным намерением читать будете поймают его ну в общем о чем я говорю Абу Хурейр да буди довольным Аллах тогда понял что аят аль курси защищает того кто читает его и мы с вами должны понимать аят аят аль курси все это Аллах нам дал для защиты от невидимых дьяволов а если кроме этого вы и другие суры Корана читаете регулярно то дьяволы не смогут находиться рядом с вами они не выносят коран это очень сильная защита которую Аллах нам дал если в доме есть какой-то дьявол шайтан какой-нибудь завелся и пугает там людей портит жизнь а шайтанов дьяволов на самом деле много разных может быть в доме но не беспокойтесь хорошие добрые джинны тоже в доме бывают кто бывает ребята не спим так что дай бог чтоб вы глядя на своего супруга или супругу говорили ты такой хороший джин маша Аллах такой хороший джин так вот бывают хорошие джинны дома бывают и плохие но есть способы как избавляться от плохих джинов хадисы сборника Тирмири посланник Аллаха сказал нам если вы будете читать суру бакара суру корова в своем доме дьявол не сможет там находиться вот у некоторых людей бывают проблемы к примеру взять случаи когда в одну из комнат дома человек заходит и тяжесть какую-то чувствует надо что сделать включить суру бакара на телефоне на планшете на компьютере еще на чем дома надо это сделать всякое бывает разные шайтаны бывают живут в доме в квартире избавляйтесь от них вам надо читать коран слушайте меня а ребят что надо читать обращаться к кому за помощью к кому обращаться к кому обращаться а не к шейху а то некоторые причи при проблемах идут к шейху который занимается избавлением от джинов деньги ему платят типа сейчас он все разрулит не понимает что у этого бывают плохие последствия иной раз к такому шейху ходят когда бывает этот шейх от которого ты помощи ждешь может он тебе нажиться просто просто одурачит тебя может у тебя изначальной проблем то не было по сути а шейх чё ему деньги нужны и он чтоб их с тебя получить найдет у тебя проблему придумает ты с надуманной проблемой к нему пришел причисто ла знаете как таких людей проверять надо как отличить шарлатанов от настоящих шейхов проверить надо вот у меня друг у него проблема была с коленом учился он с нами в мадресе и с коленом своим мучился это было с ним в Индии Индия это родина таких вот шейхов в кавычках понимаете да родина ох и много их там кого только нет гудини кого только нет всех мастей проблема с коленом у него была значит мучился он с ним и искал кого-то чтоб помогли ему вот люди к врачам не ходят это одна из больших ошибок не ходят люди к врачам это большая ошибка мой друг если к врачам не ходишь чтоб они диагноз поставили ты большие проблемы наживаешь проблемы себе создаешь знаю некоторые физически не могут дойти до врача но надо искать способы провериться чтоб диагноз поставили почему потому что может быть такое что у тебя физического характера проблема просто с организмом что-то не так причисто Аллах я вот в Лондоне тут говорил людям к истории с коленом я еще вернусь братья и сестры ставьте лайки комментарии оставляйте подписывайтесь вот буквально недавно рассказывал историю говорю значит ребятам одним в Лондоне в моих краях парень был который в футбол играл любил футбол днем в воскресенье мяч погонять отец запрещал сынок не играй не играй в футбол ногу сломаешь еще что-нибудь не играй в футбол а он отца не слушал втихаря в воскресенье шел играть в футбол и однажды как получилось один из его друзей так сильно пнул по мячу очень сильно мяч ему прилетел прямо в ухо и лопнула барабанная перепонка кровь пошла из уха у него в итоге вызвали скорую в больницу отвезли в больницу у него и спрашивают мол что случилось как так вышло ну там короче так получилось почувствовал что кто-то меня толкнул его слушают говорят мол ну должно же было быть что-то не просто же так а он им не говорит он же знает что если отец узнает он ему курбан устроит просто с ним сделает курбан вот он ничего и не говорит отец в больницу приходит мол эй что случилось ну тот то знает скажи футбол и все конец он из него кебаб сделает и он говорит ну так вот получилось в общем кто-то толкнул отец такой думает ну как так как так вышло что кто-то его толкнул и такое такое сильное повреждение ухо и в итоге отец пошел к местному шейху отвел его к нему а это шарлатан оказался и много таких парня привели тот его такой значит осматривает и говорит мистер абдул есть проблема проблема в том что на вашего сына напал джин и чтоб джина изгнать мне нужен аванс две тысячи фунтов заплатите тогда я его изгоню и там может быть не один джин а два или даже три это уже потом выясним или вот еще реальная история в Англии была сестра одна говорит шейх я тут сходила к шейху у вас это дукум называется значит я сходила к шейху ну типа который в духовном плане лечит джинов там изгоняет он сказал во мне девятьсот девяносто шесть джинов девятьсот девяносто шесть джинов во мне говорит шейх говорит что ему удалось изгнать девятьсот девяносто трех из них и осталось теперь всего три я такой думаю дурочка дуреха ты что видела что ли как они друг за другом выходят первый второй третий четвертый с ума сойти в итоге приходит к этому шейху в кавычках он говорит вчера я изгнал девятьсот девяносто три джина но некоторые не захотели выходить засеяли внутри да вы о чем вообще глупцы что ли ходят к нему ходят снова и снова как же это так получилось что он девятьсот девяносто три джина изгнал а трое значит осталось да ну вот значит этот парень из моих краев сразу позвонил родственнику дядю своего позвал говорит дядя пожалуйста спаси меня что говорит дядя говорит мой отец пошел к шейху и тот ему сказал что во мне джин я даже не представляю что он со мной делать собрался а эти псевдо шейхи сжигают какие-то вещи бьют пациентов типа джинов выбивают луком мажут человека маслом каким-то насекомые какие-то еще не знаю что а некоторые еще дальше заходят причисто влах я вот слышал о таком случае субханаллах в пакистане парень а то не только к местным же шейхам ходят еще к интернациональным по интернету находят по телевизору на каналах рекламируют их вот таких вот псевдо шейхов целителей всяких субханаллах вы рекламу видели такую такие огромные плакаты нет силы и мощи кроме как у Аллаха типа если у вас рак если у вас диабет если повышенное кровяное давление еще что-то там что бы у вас ни было мы это вылечим о боже если ты настолько хорош скажи мне вот если ты в пакистане если ты так хорош если ты можешь вылечить рак вот давайте на чистоту если ты так хорош у тебя будет лучшая работа в мире просто напросто все больницы в мире множество лабораторий исследовательских центров каждый день ищут лекарства от рака так или нет сегодня удается частично бороться с раком но все равно не до конца до конца не получается не могут и вот ты парень с этих больших рекламных счетов чё ж не пойдешь в больницу Исламабада или больницу города Равалпинди скажи вот он я я изгонятель джинов я изгонятель рака я изгоняю всякое разное что только не изгоняю чё ж так не сделаешь работу же получишь если ты на самом деле хорошо лечишь к тебе вся Индия весь Бангладеш вся Южная Африка обращаться будет за лечением предложение работы к тебе в очередь выстроится как так можно делать какие глупые люди верят в такое вот мол боли всякие лечит человек вот все проблемы прям он решает как таким глупым можно быть ну и вот значит парень этот говорит дяде пожалуйста приезжай выручай мол спасай ситуацию он знал что его племянник играет в футбол и вот смотрите да ему мечом в ухо дали а этот говорит что у него джинны да вернемся к моему другу из Индии я начал про него говорить у него проблема с коленом была и он решил пойти не к врачу а как бы сказать к народному целителю некоторые то нормальные понятно будем справедливы я не говорю что все они шарлатаны некоторые искренне но я скажу вам вот что добросовестных наверное один процент и я не преувеличиваю говоря один процент я не преувеличиваю искренних таких целителей всего один процент из всех примерно вот он значит пошел к первому и знаете что сказал ему это кстати один из способов проверки говорит у меня бедро болит чтоб проверить его а тот ему аааа да 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 есть такое серьезная проблема с бедром у вас понятно спасибо до свидания ушел ко второму пришел то же самое говорит бедро опять проверяет его тот такой ааа есть такое и так он обошел ряд лекарей они ему мол да есть такая проблема у вас в итоге он нашел настоящего тот его проверяет а он у вас нет проблем с бедром ко врачам он кстати тоже ходил сначала по врачам ходил я вам советую с этого начать найдите нормального врача у вас может простая проблема то вовсе может вы едите что-то не то еще что-то из-за чего-то простого нарушения у вас так вот он по врачам уже ходил в итоге этот лекарь осмотрел его говорит а вы уверены что в бедре боли да говорит вот с этим бедром тот его осматривал осматривал этот лекарь грамотным был не то что эти шарлатаны которым лишь бы денег с вас содрать и он ему говорит мол друг мой я вас осмотрел как только мог единственный нашел проблему в правой коленной чашечке и когда он это сказал мой друг пожал ему руку и говорит вас я искал если вы нашли добросовестного специалиста по вашей теме то причисто Аллах Аллаха благодарите но их как я уже сказал около 1% добросовестных какой там джинны если в человеке джин и приходит такой человек джин уходит вот например какой-то пациент и в него вселился джин если его привести к добросовестному шейху то смотрите что случится если привести такого человека к экзорцисту знаете же да кто это тот кто джинов изгоняет так вот настоящий специалист своего дела в этой сфере о деньгах с вами разговаривать не будет еще раз говорю до ваших денег дела ему нет у некоторых из них может быть какая-то нужда если ты это увидишь можешь предложить ему деньги помощь какую-то но фиксированных цен у них нет можешь им сколько хочешь дать можешь даже ничего не дать ничего и они все равно ничего не попросят вот такие люди действительно ахлюллах люди Аллаха я знаю некоторых таких Субханаллах вот есть один человек в Пакистане Причисто Аллах этот человек я с ним пересекался во время общения с пациентами случаи были с джинами связаны и вот в один из таких случаев я повстречал этого человека он просто каран читал читал каран весь день весь день каран читал вот к нему обращался кто-то да с проблемой он читал совсем немного карана ну примерно минут пять максимум каран читал и джин уходил джин не мог такого выносить не мог он оставаться этот человек помог многим людям в мире и ни копейки он не попросил за все те десять лет что я его знаю ни копейки если люди предлагали он мог что-то взять но сам он ничего не просил конечно он очень бедный много нужд у него и все же он много милосты не раздает вот это искренний человек который ради Аллаха это делает если вы знаете о таком человеке что он где-то в мире живет тогда Машаллах конечно сходите к такому а если не знаете такого то помогите себе сами то есть ребят смотрите вот каждый из вас самостоятельно может избавиться ото всех проблем если там джины в доме вас вашу семью джины беспокоят каждый может избавиться расскажу историю правдивую в Дьюсбери в Англии в Англии был кто-нибудь знаете Дьюсбери это место в западном Йоркшире как было человек один индус принял ислам и он взял имя Ромар после того как принял ислам и из-за того что он из среды индусов семья его околдовала черной магией очень серьезной причем я должен прямо сейчас вам кое-что сказать я уже говорил что могут иной раз джины приходить научать вас нашептывать вам надо читать кульху Аллаху Ахад другие суры Корана но еще бывает такое когда люди наводят порчу к черной магии прибегают делают что-то для дьяволов например какие-то обряды поклонения ради них и тогда к указанному человеку дьяволы направляют одного из своих такое действительно бывает о таком Аллах говорит в Коране порча упоминается в Коране о джинах Аллах говорит в Коране и вот как получилось этот брат у него вся семья индусы он пытался их к исламу призывать не вышло в индийской культуре есть очень сильная черная магия ее они и применили когда на него навели эту порчу он начал сильную слабость чувствовать да и много чего происходило это кстати признак что с тобой что-то не так когда ты у каких только врачей не обследовался а они не могут ничего найти это один из признаков того что твоя проблема не медицинского характера когда ко многим врачам ты ходил многие врачи тебя обследовали и не могут сказать что с тобой и вот Аомар начал ходить по шейхам которые читают руки к экзорцистам приходит к одному тот не справился к другому приходит то же самое к третьему тот тоже не смог смотрите так же как есть разные весовые категории среди боксеров слушайте ребята не спим я о боксерах говорю так же как есть разные весовые категории у боксеров так же есть разные весовые категории экзорцистов там так же есть свой полулегкий вес полулегкий потом что идет легкий вес после легкого что нет ты в боксе не разбираешься не бывает такого веса дальше средний вес тяжелый вес еще какие-то градации существуют промежуточные легчайшие вроде как полусредний ну так вот если у вас какая-то серьезная проблема с порчей и джин которого к вам привязали дьявол как Майк Тайсон а против него работает ну-ка назовите кого-нибудь из полулегкого веса из полу легкого кого-нибудь или из полу среднего нет из действующих кого-нибудь как как его зовут Ганна Макгрего Коннор как Так он же не боксер ааааааааа... ОК sem marriage Давайте о нем Мистер Коннор Макгрегор Если Коннора Макгрегора поставить в боксерском матче Против Майка Тайсона в его лучшие годы, да даже сегодня Один удар Один удар и Макгрегор будет на полу Майк тяжеловес А Коннор? Легкий вес или средний вес? Какой там у него? Ну вот Если Джин будет уровня Майка Тайсона Условно по весовой категории То экзорцист ему нужен уровень Мухаммада Али Чтобы был крепкий специалист Настоящий тяжеловес, чтобы его изгнать Если экзорцист будет легковес или среднего веса А Джин, которого он пытается изгнать, будет тяжеловес То у вас проблема Понимаете? Поэтому люди ходят по разным шейхам, имамам Те им читают, читают, а изгнать не могут И что делать? Что сделал этот брат Омар? Он по разным экзорцистам ходил Ни у кого из них не вышло А он же только что принял ислам И у него большие трудности были Ночью джины нападали Потел он Боли были в теле Много веса потерял Врачи смотрят, не знают, что с ним А он знал, что это джин ему вредит Что он сделал? Он Прочитал, что наш священный Коран Сам по себе является Лучшим Заклинанием В итоге он начал изучать вопрос И узнал, что ученые советуют читать Различные аяты Корана В итоге он начал читать их сам Он читал их снова и снова И в итоге как получилось? Вот знаете, даже если большие проблемы У вас связанные с джинами Порчу навели Вот я вам говорю Не нужно вам идти К какому-то шейху К какому бы то ни было экзорцисту Вообще ни к кому Вы сами можете исцелиться Ромар что сделал? А он не алим, не ученый Весь Коран наизусть не знает Он взял эти аяты И стал их читать Снова и снова Снова и снова И как получилось? Когда ты читаешь Ты тренируешься Натренировываешь свой иман То есть веру свою Потихоньку идешь К уровню Майка Тайсона Становишься тяжеловесом Если Коран читаешь много Ты тяжеловес И никакой джин Тебе не навредит Никакой Каким бы сильным он ни был Да и не все джины Майки Тайсоны Понимаете, да? Большинство легковесы Или полусредний вес Когда тот, кто изгоняет джинов Силен Тяжелый вес против среднего Он этих джинов будет щелкать Как семечки Проблем с ними не будет Но бывает такое Что экзорцист Старается Рук я читает Заклинание То есть исламское А джин не выходит Причист великий Аллах Есть такая проблема Вот помню Женщину одну Причист Аллах В Лондоне Вот уж у нее Капитальные проблемы С джинами были И когда я говорю Капитальные проблемы Это Вот знаете Когда джин Вселился в нее С ней двое мужчин Справиться не могли Такая сильная она была Это вот как раз Тот самый случай С джином уровня Майка Тайсона Приехал парень Из Бангладеша Тех, кто недавно Из Бангладеша приехал Мы называем Свеженькими Свеженькими зовем А вы, ребят, как зовете? Тех, кто недавно В вашу страну приехал Новеньких Которые не так много знают Как? Легковес? Ну давайте Свеженькими их называть И вот, значит Свеженький один такой приехал Говорит Я такие-то заклинания Читаю такие Я того изгонял Этого изгонял Вот, значит И сын Этой женщины Зовет этого шейха Дескать Приходите Прочитайте какие-нибудь руки Дома у нас Ладно, шейх говорит Давайте, говорит Прочитаю Пришел Домой к ним Заходит в комнату Закрывает за собой дверь Женщина сидит на кровати Он начинает руки читать Женщина ему в лицо рассмеялась Джин внутри нее рассмеялся Мол, это все, что ты можешь? Тот читал, читал, читал А Джин говорит Это все, что ты можешь? Давай Че там еще можешь ты? Давай, накидывай В итоге Че получилось? Шейх ошибки допускал При чтении Корана И Джин Поправлял его Вот это тяжеловес И вот смотрите Джины Смотри, ты можешь читать Коран Но честно говоря, есть такой момент Если поступаешь ты По жизни Не в соответствии с Кораном Джины над тобой смеяться будут Ты будешь читать Коран Но Джину будет все равно Как в случае с этим Джин его ошибки поправлял Тот читает Суру Ясин Джин говорит Не, не так читается А вот так Ну и вот, значит Шейх этот Читал часа два Употел уже А Джин в женщине говорит Ну Давай, давай Все, что умеешь, делай В итоге Шейх возвращается К ее сыну Говорит, я много Джинов видел Но такого в жизни не встречал В итоге ничего не сделал Бояться этого не надо Потому что Если ты читаешь Коран И живешь в соответствии с ним Я же говорю, помимо чтения Корана Надо намаз читать Остерегаться запретного И тогда ни один джин тебя не тронет Не будет такого К тебе они не приблизятся И не забывайте тоже Если сила воли на уровне Это тоже их отпугивает Есть у вас здесь в Кейптауне Такая проблема, что люди любят ходить к колдунам Да ведь? О боже, я знаете вам, что скажу Это не так безопасно Люди этого не знают Люди по своей глупости идут к ним К этим колдунам Знаете почему? Когда вы к ним приходите Просите их помочь вам Какую-то проблему решить Они используют Незаконные методы В своей практике Которые Аллах запретил Они запретны по Корану и Сунне Что это за методы? Они прибегают к помощи Джинов Совершают многобожие Приравнивают Сотоварищей К Аллаху Ради того, чтобы добиться помощи джинов Они поклоняются Дьяволам Вы знаете, что они делают? Да убережет от такого Аллах Они закапывают Коран под туалетом Или приносят Какие-то страницы Корана На кладбище Совершают сатанинские обряды Там ночью Эти колдуны Совершают мерзкие вещи По отношению к нашей религии Например, обесчестить Коран Они делают такие вещи Которые для нас с вами Омерзительны Они берут курицу Или еще кого-то Они берут курицу Или еще кого-то Они берут кровь И льют ее На голых людей Совершают колдовские ритуалы Ходят Вокруг этих Голых людей Много Всякой грязи Они делают И когда они такое делают На это все Слетаются духи Этим они притягивают Злых духов То есть дьяволов Джиннов Шайтанов Разговаривают с ними Бывает, что один из этих людей Одержим джином Вот так они Вступают в контакт С этими духами После этого Они ловят этих духов Пленяют их Это один из вариантов Когда с джинами На связь выходят Или Человек поклоняется дьяволом Делая дьявола своим господином Два варианта Либо человек делает дьявола своим господином Либо делает джинна своим пленником И заставляет джинна Работать на себя Так вот Если вы приходите к колдуну Говорите ему Мол Так и так Я хочу, чтобы ты что-нибудь плохое сделал Такому-то человеку Тогда он Привязывает Какого-то джинна К тому человеку В Коране говорится о колдовстве Они обучались у них тому Как развести мужа с женой Если кто-нибудь Из сидящих здесь Когда-нибудь ходил К какому-то колдуну Шел с конкретным намерением Например Развести мужа с женой Или чтоб колдун Что-то плохое Какому-то человеку сделал Если вы целенаправленно Это делали Зная, что это колдуны И при этом считая Дозволенным это делать Вы потеряли свою веру Вот я вам как есть говорю Если вы считаете Дозволенным Это делать Ваш эман Аннулируется Вы входите в куфр Вы входите в неверие Если вы идете к колдуну Чтоб он навредил кому-нибудь Вы преступник Даже если человек Несправедливо поступил с вами Вас это не оправдывает И еще что происходит Это выходит тебе боком Каким образом Ты должен понимать Если играешь с огнем Можешь обжечься Понимаете Например Человек пошел к колдуну Попросил порчу навести на кого-то Колдун направляет джина к жертве Джин начинает его мучить Жертва находит экзорциста Кого-нибудь Кто изгоняет джинов Экзорцист Коран считает И джину становится больно И джин может отомстить Тому кто пошел к колдуну Чтобы навести порчу Самому заказчику Этот джин может отомстить Поймите Бывает человек идет к колдуну Тот говорит Это будет стоить столько-то Тот ему платит Потом колдун просит больше денег Тот приносит Он просит снова Еще больше просит И когда человек отказывается платить В итоге колдун может Натравить джина на самого заказчика И так бывает А бывает что человеку Только кажется что с ним что-то не так В то время как все нормально Колдун посылает джинов Чтоб они закопали амулет Например в саду вашего дома Я вам про реальные случаи рассказываю Колдун посылает джина закопать Например какой-нибудь скрученный листок Со специальными надписями В итоге человек к колдуну приходит Не зная об этих листах Колдун говорит Иди в свой сад В такое-то место И там найдешь То-то и то-то Или бывает что человек Может такое закопать А иногда колдуны Отправляют джинов Это закопать в саду Чтоб ты поверил в то Что он хочет Друзья мои Если вас беспокоит Какая-то проблема То во-первых Сходите к хорошему врачу Может быть у вас в организме Просто что-то не так Во-вторых Если врачи разводят руками И хотите к шейху пойти Найдите хорошего Чтоб он почитал Но его не просто найти Если не найдете Читайте Коран Сами Чем больше будете читать Тем меньше проблем у вас будет Если вас беспокоили джинны Вы начали читать Коран Они еще сильнее начали беспокоить Не останавливайтесь Читайте снова и снова И увидите Проблема уйдет Много разных историй Я мог бы вам рассказать Просто эту лекцию Сейчас транслируют по ITV Там наверное и дети Тоже у экранов Истории некоторые есть О джинах Которую людей Могут очень напугать Так что я вам что советую На ютюбе есть Несколько лекций моих На тему джинов Там много информации На эту тему Историй много Если хотите послушать В уютненькой обстановке Типа ужастика Сесть с кем-нибудь Посмотреть кто из вас Испугается первым Можете посмотреть эти лекции На ютюбе Проверите себя Сможете ли послушать Эти истории И не испугаться Одна лекция на канале Хикма онлайн Наберите на ютюбе World of Unseen Невидимый мир Еще есть лекция Дарус Салям Чикаго Тоже на ютюбе Там тоже Масса информации Масса историй О джинах и так далее Если хотите послушайте Здесь я эти истории Рассказывать не буду Не хочу пугать телезрителей Но что я хотел сказать Вы можете сами Решить свои проблемы Какие бы проблемы С джинами не были у вас Читайте Коран Теперь давайте Проведем Вопросы-ответы Если есть какие-то вопросы По теме Только по теме И иншаллах Я постараюсь вам Ответить Давайте начнем Кто хочет задать вопрос Поднимайте руку Да? Так, брат спрашивает По поводу сглаза Сглаз это истина Это есть Человека можно сглазить Но многие люди не знают Что сглазить может Не обязательно Кто-то Плохой Дурной глаз Не обязательно может Исходить От злого Человека Сглазить вас может Даже тот Кто любит вас Это может быть Твоя бабушка Это может быть Твоя мама Твой папа Это может быть Твоя сестра Твой брат Сын Дочь Любой близкий Вот помню Ребенок мой Пречистала Мой ребенок Каждый раз Когда возвращался От бабушки С дедушкой Испытывал Проблемы С речью Это реальный факт Было это Примерно лет 13-14 назад Каждый раз Когда от бабушки С дедушкой Возвращался То Начинал разговаривать Немного заикаясь Я сразу же понял Что это сглаз Бабушка с дедушкой Его сглазили Не потому что Они были плохие Наоборот Бабушка с дедушкой Настолько его любили Что сглазили Многие не знают этого Каждый раз Когда ты видишь То, что ты любишь Скажи Маша Аллах Так пожелал Аллах Каждый раз Когда видишь Того, кого любишь Или скажи Баракаллаху фиг Благословение Аллаха тебе Или скажи Маша Аллах Так что Когда домой придете На жену посмотрите Скажите Маша Аллах Маша Аллах Маша Аллах Если спросит Что с тобой Ответь Имам сказал Что если видишь Что-то красивое Скажи Так пожелал Аллах Маша Аллах Ей приятно будет Но будет смешно Если она спросит А как называлась Лекция На которую ты ходил Скажешь Дьявол внутри Маша Аллах Аккуратнее Вот я вам говорю На самом деле Если любите кого-то Считаете красивым Считаете умным Качества какие-то Приятные вам В нем Успешным Считаете человека На экзаменах Маша Аллах Сразу же Маша Аллах Если компания Сидите и не говорят Напомни Скажи Маша Аллах Надо сказать Скажи Маша Аллах Сразу Тогда не сглазят Ну так вот Что в итоге-то С моим ребенком То что я скажу Я испробовал Это на себе В книгах Я об этом читал Пророк Об этом не говорил Это извлечено Из смыслов Некоторых аятов Корана В хадисах Этого нет Многие ученые Пробовали это И поняли Что это очень действенно Последние два аята Суры Калям Прочитайте их 41 раз Читайте 41 раз И дуете на человека Или дуете на воду И чтоб он ее выпил И вот знаете Пречисто Аллах Я замечал Каждый раз Когда ребенку давал это попить Он переставал заикаться До следующего раза Когда ехал в гости К бабушке и дедушке Возвращался то же самое И жена моя Тоже со мной соглашалась Что это сглаз Они его так любили Вот и сглазили Я читал и читал А когда он вырос Лет до шести Семи Это уже прекратилось Или вот помню Лет восемь назад Ремонт делал в доме Уложил кафель новый Новые вещи Все чисто новое Но люди же приходят Видят Смотрят же И такие Вау Вау И ты такой думаешь Твое это вау По-доброму Или ты втихаря завидуешь А люди не произносят Машаллах Просто такие Мол У тебя вот это есть И когда они уходят Тут вешалка сломалась Там еще что-то неладное Что-то ломается в доме Было Помню Снова и снова Это происходило В итоге я читал аяты На воду И обходил дом Брызгая этой водой В нем И после этого Аль-Хамду-Лилля Нормально Потом через некоторое время Когда люди уже попривыкли К твоему дому новому Прекратилось А теперь у меня дома Есть кое-что После чего Я уже не боюсь С глаза Аль-Хамду-Лилля Знаете что это? Знаете или нет? Не, не знаете Ну скажите что это? Что это? Я скажу что это Однажды холодильник открыл И бутылка на пол упала Случайно Прямо на кафель Бутылка По кафелю Ударила И кафель треснул Жена говорит Хорошо бы конечно Заменить его Я говорю Не надо Говорю Вот и закончились Сглазы Понимаете? Вот и закончился Дурной глаз Эта трещина Там до сих пор Вот уже несколько лет 4-5 лет Люди заходят Видят прекрасный кафель Потом на треснутую плитку Смотрят Мол Не так уж у вас Все идеально Я такой Альхамдулиля Никакого сглаза Вот сегодня Люди живут В мире фоток Снимков О боже Люди селфятся И селфятся Говорят Шейх Сделай селфи Я говорю Я не салафит Я ханафит Отстаньте Селфи Селфи Причем не одну делают А три Мы же с вами верим В единого бога А не в троицу Нет, надо три селфи сделать А то вдруг получится Не с того ракурса Две удалим Одну оставим Вот иной раз Такое бывает Нет силы и мощи Кроме как у Аллаха Селфи 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 Потом выкладывают это А потом смотрят Что-то дела Как-то не так идут А почему? Да потому что ты всему миру Показываешь Какой ты красивый Красоту свою выставляешь Сестры многие Субханаллах Из дома выйти не могут Без макияжа Вы как? Слушайте меня? А то вы что-то вдруг притихли Вот женщина значит Просыпается Садится перед зеркалом И начинает накладывать макияж Тоналку правильного оттенка Нанести Размазать Везде Всюду Под глазами тоже Еще На лбу О боже Вот здесь еще забыла У меня оттенок кожи Немного отличается Чуть-чуть темнее кожа Чем тональник Надо это замаскировать И это только основа После этого Идет тушь Некоторые накладывают Искусственные ресницы Еще что-нибудь Так Теперь что у нас? Помада Подумала Подумала Нет Сотру ее А то она по цвету Не подходит К моей сумочке Стирает Берет Другую Так Теперь надо Стрелки сделать Теперь взгляд говорит И на походку Если ее посмотреть Она такая Конкретно кошачья Вот сестра моя Ты Тратишь 45 минут Или час Перед зеркалом Чтобы так выглядеть А ты еще в итоге Все это фоткаешь Выкладываешь Сгласно влекаешь Еще вот сейчас Мода такая Новая пошла Люди Перед тем Как съесть Еду Берут Телефон И фоткаются Вместе с этой Едой Рядом с красивой едой Фоткаются Мол Посмотрите Что я ем Потом Они эту фотку Отправляют Сотни человек Которым Не так повезло Как тебе Такой еды У них нет Они может Позавтракали Как-нибудь По-простому А у тебя тут Яйца Пюрешечка Тут еще Авокадо Сбоку Салат Блинчики Еще Все такое Фоткаешь И выкладываешь И когда люди Это смотрят Некоторые могут В комментариях Написать Что-то позитивное Типа Оооо Приятного аппетита Что-нибудь Хорошее Напишут Но Чего Они тебе Не пишут Они не пишут Машаллах В итоге Могут Сглазить И Как может Получиться У тебя Может случиться Расстройство Желудка В животе У тебя Расстройство Будет Авокадо Твое То опускается То поднимается То вниз То вверх Блинчики Твои В животе Танцы Устраивают Проблемы Бывают Знаете Что я отвечаю Когда со мной За столом Сидят И хотят Сфоткать Еду мою Я говорю Сфоткать Можешь Но выложи Только через Двое Суток Чтоб Еда Успела Покинуть Пищеварительный Тракт Чтоб Уж точно Не сглазили Люди Этого Не понимают Вас же Сглазят Ты Это Выкладываешь В Фейсбук В Инстаграм Ты Просто С ума Сошел С ума Сошел Люди В Зимбабве Голодают У вас Здесь В Южной Африке Голодают Люди Голодают В Гане Да и Вообще По всей Африке А ты Это В Фейсбук Выкладываешь Представь Как Голодающие На это Посмотрят Это Это Просто Ужасно Ладно Еще Если Ты Просто Некоторым Людям Выборочно Это Отсылаешь Время От Времени Но Не В Соц Сетях Выкладывать Весь Мир Это Сможет Увидеть Ну Ладно Разок Другой Ты Выложил Ладно Бывает Понимаю Тебе Но Нерегулярно В мире Столько Голодных А Ты Так Выкладываешь Так Что И Их Пожалей И себя Тоже Ты На Себя Навлекаешь Сглаз Сглаз Истина Но Вот Эти Аяты О которых Я Сказал Если Будете Их Читать Иншалла С Дозволения Аллаха Со Сглазом Проблем У вас Не Будет От Сестер От Сестер Так Что Тут У Нас Ага Если Кто Небудь Еще Написал Это Как С Выкрутас Вот Современные Люди С Ю Эм И Рядышком Однерка Если Кто Небудь Находится Под Влиянием Джина Вы Можете Посоветовать Как Себя Вести С Таким Человеком К Кому За Помощь Обращаться Спрашивайте Местных Имамов Я Не Из Южной Африки Я Не Местный Если В Британии Меня Кто Спросит То Посоветую Пару Человек И Это Будут Всего Один Два Человека Во Всей Англии И Например Ученые Кого-то Рекомендуют Конкретно В этой Стране Посоветовал А вы Идите К местным Ученым Вот Лучший Способ Как Получить Правильную Рекомендацию Имама Надо Спрашивать Людей Которые Уже Ходили К нему К этому Имаму То же Самое Если В хадж Летите Многие Не знают Как Задавать Вопрос Спрашивайте Правильно Люди Спрашивают Что Лучше Всего Взять С собой В хадж Или С какой Группой Лучше Всего Лететь Вы Не о том Спрашивайте Пообщайтесь С теми Кто Уже Летал С ними Поговорите Мол Как Ты Слетал Вот Они Пусть Тебе И Расскажут Если Они Рекомендуют Какого То Оператора Спроси С какой Группой Ходил После Него Еще Поговори С Несколькими И Вот Кого Чаще Всего Люди Отзывы У тех Кто К Кому То Сходил А Лучше Всего Спрашивать Конечно Же У У Ученых У Местных Имамов Спрашивайте В местной Мечети У Имама Спросите Что Мне Делать К Кому Мне Обратиться Может Быть Они Свяжутся С Другим А Те Еще С Другим И Надо Смотреть Кто И Кто Нет Вот Так Это И Делается Так Вы Что Хотели Спросить Да Ага Спасибо Значит Вопрос Такой Что Я Могу Сказать По Поводу Того Когда Берут Читают Молитвы И Иногда Помещают Листочки С ними В Определенное Место Или Человек С собой Носит Сверток Этот Или Подпол Кладут Тут Смотрите Коран Это Священная Книга Коран Священен Со Всех Сторон Да Но Мы С Исцеляет Только Аллах Нельзя Верить Что 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 Может Исцелить Без Аллаха Колдуна Послал Кто Кто Походу К Колдуну Побежал Что Тут Такое Джин Что Пришел Зейд Смотри Аккуратней Студию Береги Ребята Знаете Я Не С Ними Я Не С Ними Шучу Конечно Ну В Общем Коран Конечно Ж Священен Это Понятно Но Читая Его Для Исцеления Ты Также Должен Верить Должен Быть Твердо Убежденным В том Что Написано В Священном Коране Только Всевышний Всемогущий Аллах Может Исцелить И Когда Мы Читаем Коран Или Дуа Какие-то Мы К Аллаху Обращаемся Чтобы Он Нас Исцелил Когда Коран Лечит Нас Это Происходит Только По Воле Аллаха Потому Что Коран Это Записанная На Бумаге Речь Самого Аллаха В Этом Сила Корана Насчет Амулетов Из Аятов Корана Нет Единого Мнения Некоторые Ученые Это Дозволяют Но Я Не Должен Верить Что Вот Эти Свертки Мне Помогают Не Обманывайтесь Нельзя Верить В То Что Бумага С Аятами Исцеляет Бумага Тебя Не Вылечит И Надписи Аятов На Стенах Тоже Не Исцеляют Тебя Только Аллах Лечит Тебя Это Надо Понимать И Некоторые Ученые Говорят Что Такие Амулеты Запретны Почему Они Так Говорят А Некоторые Ученые Говорят Что Такие Амулеты Халяль Почему Они Так Говорят Те Ученые Которые Считают Амулеты Харам Считают Так Потому Что Люди Могут Начать Верить Что Их Лечит Амулет Кусок Бумаги С аятами Из Корана А Другие Ученые Говорят Что Можно Использовать Амулеты При Условии Что Человек Верит Что Только Аллах Может Вылечить А В качестве Средства Исцеления Не Источника А Именно Средства Он Привязывает Аяты Кто Говорит Что Это Многобожие Но Здесь Все Зависит От Того Во Что Человек Верит Если Человек Верит Что Амулет Его Лечит В таком Случае Да Это Действительно Будет Многобожием Сомнений Нет В этом Вы Должны Быть Убежденными Что Лечит Аллах И Ученые Которые Сказали Что Амулеты Халяль Сказали Так Потому Что Изучая Жизнь Сподвижников Пророка Салаллаху Аляхи Усалям Они Нашли Такую Информацию В сборнике Имама Ахмада Да Помилует Его Аллах Говорится О том Что Раза Два Три Было Такое Что Они Писали Аяты И Давали Человеку Чтобы Он Их Носил На Себе Передается Что Абдуллах Ибн Аббас Да Будет Доволен Им Аллах Тоже Так Делал Там У Одной Женщины Была Проблема Связанная С беременностью И Говорится Что Ибн Аббас Написал Ей Аяты То Есть Эти Вещи Делали Сподвижники Пророка Да Будет Доволен Аллах Ими Всеми Те Кто Придерживаются Мнения Что Это Запрещено Это Ваше Право Те Кто Придерживаются Мнения Что Это Запрещено Это Ваше Право Просто Не Испортите Свою Веру Верить Вы Должны В То Что Аллах И Только Аллах Лечит Вас А Все Эти Листочки Это Только Средства Как Я Вам Уже Говорил Лучше Всего Будет Если Вы Сами Себе Будете Читать Коран Коран Универсальное Средство От Любых Проблем Так Тут Еще Один Вопрос От Сестры По Сравнению С человеческим Интеллектом На каком уровне Находится У джинов Интеллект Ну Смотрите Люди Сильно Умнее Многих Джинов Но джины Сильнее Физически Сила Джина Иной раз Может Достигать Силы Семи Мужчин Десяти Мужчин И даже Пятнадцати Мужчин И вот Еще По поводу Защиты От джинов Братья И сестры Когда Вы После Туалета Не Подмываетесь Не Соблюдаете Гигиену Шайтану Дьяволу К себе Уязвимы становитесь Каждый мужчина Должен Малую нужду Справлять Сидя Это Сунна пророка Вы меня как Слушаете А то Оставляете Брызги мочи Там и тут А это Открывает Двери Шайтанам Дьяволов Притягивают Нечистоты Когда у женщины Месячные Заканчиваются Нужно везде Все почистить Помыть Очень тщательно Чтобы ничего Не оставалось Чтоб нигде Крови не было Ни дома Ни на одежде Нечистотами Вы к себе Притягиваете Злых джинов Дорогу открываете Сестры Многие Боятся джинов Смотрите Сестры Если вы Соблюдаете Ислам Если вы Живете Согласно Корану И Сунне Ни один Бес К вам Не подойдет Ни один Шайтан Не навредит Это же и Братьев касается Если Приступаете К границе Халяля Если Грешите Вы Себя Делаете Уязвимым Для шайтанов Этих Бесов Чем больше Вы следуете Корану И Сунне Тем труднейше Шайтанам К вам Подойти Еще вопросы Какие-нибудь Есть Поднимите Руку Да Сэр Так У брата Вопрос Вот о чем Много проблем В мире И в мусульманском Мире Тоже И вопрос В том Какая часть Этих проблем Вызвана Джинами А какая Часть От нас Самих В большинстве Имеющихся Проблем Виноваты Люди А не Джинны Некоторую Толику Этих проблем Можно связать С джинами Но в основном Проблемы Создают Люди Иной раз Люди Спрашивают Почему Подобное Происходит Только в нашей Общине Мусульманской На самом деле То о чем Мы сегодня Говорили Колдовство И так далее Происходит В разных Религиях И народах У европейцев У белых В основном Такого нет Не часто Можно встретить Бывает Что представители Белокожих народов Тоже Подобным Занимаются Гадальные Доски И все Такое В основном Такими вещами Занимаются Других цветов кожи Будь то Скажем Африканцы Индийцы И другие У них Это часто Встречается Но опять же Не нужно Насчет этого Беспокоиться Смотрите Здесь есть Две Крайности Одна крайность Это когда У человека Чуть что не заладилось Он Сразу О джины Кто-то Навел порчу Так Срочно К целителю А другая крайность Это когда Вообще Джинов Отрицают Отрицают Порчу Отрицают Колдовство А истина Находится Посередине Не каждый Случай Связан С джинами Но В то же время Нельзя Совсем Сбрасывать Со счетов Такой Вариант Вот Пречисто Аллах Знаете Как определить Сидит В человеке Джин Или же В человеке Джина Нет Определить Это можно Очень легко Если Когда Кто-то Читает Коран При этом Человек Которого Проверяют Не знает Что рядом с ним Кто-то читает Коран Вот к примеру Кого-то здесь Внутри Джин И к примеру Я незаметно Начинаю в его присутствии Читать Коран У него За спиной Тихонько Чтобы он Не слышал И если У него Внутри Джин Он Себя Проявит Сразу Прекращайте Читать Коран Вы же Непрофессиональный Экзорцист Если Джин Нападет Проблемы Большие Могут Быть Вот Помню Родственницы Сказали Что она Одержима Джином Я пришел К ней Домой И как Только Я зашел В дом Родственник Сказал Что Она Немного Изменилась В лице Я Я зашел Мы поговорили Как обычно Сел На кухне И пока Я там Сидел Начал Читать Коран Она Об этом Не знала Смотрю Задрожала Перестал Читать Смотрю Не дрожит Потом Я начал Читать Коран Перед Ней Начинаю Читать Ее Начинает Трясти Остановился И говорю Семье Обратитесь К такому То Такому То Пусть Руки Прочитает Кто То В ней Есть В ней Точно Кто То 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 Который Читает Исламские Заклинания Руки Читает Он Искренней Был Альхамдулюлях Исцелилась Со Всякими Ситуациями Сталкивался Видишь Человека И понимаешь Что С ним Что То Не Так Но Сам Лично Я Никогда Не Занимался Экзорцизмом Джинов Не Изгонял Вы Можете Спросить А Че Такое Шейх Испугался Что Ли Че Такое Шейх Мы Думали Ты Шейх А Ты Шейкер Для Молока Я Я не Шейкер Для Молока Не Страшно Мне Просто Это Такая Сфера В Которой Бардак Творится Там Конкретный Беспорядок Вот Честно Там Хаос Это Вот Как Знаете Например Представьте Какой Нибудь Район Южной Африки В Котором Царит Беззаконие Обстановка Там Настолько Криминальная Что Полиция Стороной Обходит Этот Район То Один Дом Ограбят То Другой Причем Ты Знаешь Кто Вор Ты Знаешь Кто Ворует Видишь Его Лицо Через Дорогу Живет Но Полиция Не Вмешивается В итоге Ты Идешь К Какому Нибудь Здоровому Парню И Говоришь Слушай Помоги Разобраться С ним На Костыля Ему Как Следует Если Человек Согласится Помочь Наказать Его За Воровство Здесь Нужен Профессионал Если Он Будет Искренней Денег У вас Он Не Попросит Но Вы Заплатите Ему Сами От Души Помогайте Им От Сердца Не Обязательно Деньги Что Ты Еще Можете Дать Им Семье Их Помочь Например Если Он Искренней Он Поможет Тебе И Ни Копейки Не Попросит А После Того Как Закончит Читать И Уйдет Сколько Ваша Набожность Позволит Помогайте Им Они Большую Работу Делают Не Щадя Себя Помогая Нам Работают В окружении 99% Шарлатанов Шарлатаны Деньги Только Так Выкачивают У них Множество Способов Выманить Ваши Деньги Много Трюков У них К разным Уловкам Прибегают Чтобы Внимание Ваше Привлечь Умеют А уж Сегодня В век Интернета Живого Места Нет Без Рекламы Этих Шарлатанов Так Что Если Иншаллах Посчастливится Встретить Искреннего Шейха Изгоняющего Джиннов По мере Возможности Помогите Ему Еще Вопрос Есть Какие Нибудь Да Братья Сестры Ставьте Лайки Комментарии Оставляйте Подписывайтесь Да Кстати Хороший Вопрос Вот Иной Раз Ты Идешь К Какому Экзорцисту И как Он Определит Есть В Тебе Джинны Или Нет У Искренних Людей Искренних Шейхов Есть Проницательность Божий Дар Такой У людей Которые Очень Близки К Аллаху У Настоящих Приближенных Ко Всевышнему Аллаху Есть Такие Способности Которые Другим Людям Аллах Не Дает Таких Людей Немного Но Они Есть В Разных Частях Мира Таким Людям Аллах Дал Проницательность Альхамду Лилях Мне Очень Повезло Я Знал Двоих Таких Людей Один Из Них Мой Великий Учитель От Которого Я Получил Большинство Своих Знаний Это Мауляна Фадлу Рахим На Ютюбе Есть Моя Большая Лекция О нем В двух Частях Наберите В поиске Хасан Али О Своем Учителе Или На Английском Хасан Али My Greatest Teacher Или My Greatest Inspiration Там Целая Лекция Моем Учителе Фадлу Рахим И Второй Это Мой Шейх Из Бангладеша Муфти Рашид Рахман Да Благословит Его Аллах Во всем Ну так Вот Послушайте Один Из случаев Который Произошел С моим Учителем Фадлу Рахим Мы Учились В закрытой Школе В Нотингем В 94 Или 95 96 Где-то так И там Был Шейх Причисто Аллах Настолько Светлый Человек Был Это Был Один Из Самых Приближенных К Аллаху Людей Мы Жили В Огромном Здании В нем Мы Учились В нем Жи Ночевали На Фаджр Он Приходил Первым И Садился В первом Ряду Он Поминал Аллаха И ждал Пока Начнется Утренний Намаз Читал Сунну Садился И Не Оглядывался То есть Он Не Видел Тех Кто Пришел На Намаз Тех Кто Не Пришел На Фаджр Приходило Примерно 200 250 Учеников Читали Фаджр И Расходились По Комнатам И Шейх Тоже Шел В Свою Комнату Это Было Рано Утром Часов В 5 6 В В 8 утра У нас Начинались Уроки В 7 40 7 45 Примерно Мауляна Фаду Рахим Уже Стоял В Коридоре Да Помилует Его Аллах И Дарует Ему Высший Рай Скажите Амин Он Умер Примерно Года 4 Назад В 2015 Мауляна Фаду Рахим Да Помилует Его Аллах Стоял В Коридоре И Приветствовал Студентов Давал Им Салям Студентов Которые Не Прочитали Утренний Намаз Мауляна Фаду Рахим Когда Приветствовал Приближал К себе И Говорил Тихонько Иди Прочитай Фаджр И Отпускал Столько Студентов Проходило Тех Которые Фаджр Прочитали Он Приветствовал Салям Алейкум И Дальше А тех Которые Фаджр Не Прочитали Он Им Тихонько Говорил Иди Прочитай Фаджр И Отпускал И Еще Вот На уроках Бывало Там Человек 15-20 Сидел И Иной Раз Он От Темы Отходил Говорил Что-то Мы Не Понимали Зачем Он Сейчас Об Этому Упомянул Вообще К теме Это Не Относилось Он Говорил О Некоторых Вещах Потом Возвращался К теме Один Студент Пришел К нему В комнату Говорит Шейх Я Покаялся Шейх Ему Говорит Мол Ты И Это Касалось Как Раз Того Ученика То Есть Вот Такая Проницательность Даровал Аллах Своим Приближенным Прозорливость Студент Один Тоже Помню В Мадресе Причист Аллах Вышел В Город Потом Возвращается И Сразу К Мауляне Фаду Рахиму Шейх У него Спрашивает Мол А Ты Куда Ходил Я Говорит В Центре Города Был Шейх Говорит Что Там Делал Просто В Магазин Говорит И Все Только В Магазин Шейх Говорит Ты В Городе Когда Был Проходил Через Такую То Улицу Да А Город В 25 Километрах Примерно От Медресе В Котором Мы Учились Шейх Ему Говорит Там То Ты Налево Повернул Да Он Говорит Да Потом Направо Да Да Потом Мост Перешел Да Там Здание Большое Было Ты В Это Здание Зашел И Студент Опустил Голову Потому Что Это Был Кинотеатр Опустил Голову Шейх Ему Мол Ты Нас За Дураков Принимаешь Студенту Стыдно Стоит Шейх Говорит Ты Что Думаешь Что Я Не Могу Читать Твои Мысли Говорит Подумай О чем Нибудь Давай Подумай Закрой Глаза Говорит И Теперь О чем Нибудь Подумай Студент Подумал О дереве Открывай Глаза Говорит Ты Подумал О дереве Давай Снова О чем Нибудь Подумай Тот Подумал О красной Машине Открой Глаза Ты Подумал О красной Машине То есть Вот Такие Способности Были У шейха Он Умел Читать Мысли Аллах Даровал Ему Это Он Так Узнать Есть В тебе Джины Или Нет Мауля На Фаду Рахим Сказал Мне Когда Человек Очищает Своё Сердце От Грехов Очищает 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 Его Пока Оно Как Зеркало Не Станет Когда Такого Уровня Достигаешь То С Человеком Когда Каким Нибудь Общаешься Например То Что У Него В Мыслях Отражается В Твоем Сердце Посланник Аллаха Сказал Верующий Зеркало Для Другого Верующего Это Хадис Посланника Аллаха Вот Такие Истинные Приближенные К Аллаху У меня Столько Историй О них Мы Их Любим Ради Аллаха Но Не Взываем К ним Не Поклоняемся Им Мы Верим Что Нет Силы Мощи Кроме Как У Всевышнего Аллаха А так Мы Конечно Любим Аулия Аллаха Приближенных К Аллаху Высшей Степенью Любви После Аллаха Его Посланника После Других Посланников После Сподвижников Но Мы Никогда Не Ставим Кого Либо Из Приближенных К Аллаху Выше Сподвижников Посланников Или Всевышнего Аллаха Человек Спрашивает Могут Ли Навести Порчу Не на Одного Человека А на Семью Да Могут Послать Джинов На Целую Семью Снова И Снова Суру Бакара Суру Корова Читайте Ее Шайтаны Ее Не Терпят Даже Если У Целой Семьи Проблемы С Джинами Читайте Коран Снова И Снова Иншаллах С Единственное Чего Вам Всевышний Аллах Не Дал Это Безопасность Абсолютно Все Он Вам Дал Кроме Безопасности У Нас В Англии Нет Кое-каких Милости Которые Аллах Вам Даровал Но Аллах Нам Дал Безопасность Пречисто Аллах Вот Взять Суру Курэйш Аллах Говорит Курэшитам Поклоняйтесь Господу Этого Дома То есть Господу Каабы Аллаху То есть Поклоняйтесь Мне Одному Тому Кто Даровал Величайшие Два Дара Первое Накормил Вас После Голода И Избавил Вас От Страха Даровал Безопасность Пусть Аллах Дарует Вам Безопасность И Не Забывайте Читайте Аят Аль Курси Когда Вы Ходите Из Дома Чтобы Аллах Защищал Вас Аят Аль Курси Аят Аль Вас Аят Продолжение следует...